Добрый день, дамы и господа. У нас еще 31-е в Израиле, о котором мы сейчас будем говорить уже 1 ноября 2023 года. У микрофона Левен Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Третья фаза освобождения газа от Хамаса начата, возможно, даже завершена. А сегодня, после долгого ожидания, Израиль провел сразу же несколько операций по отрезанию боевиков Хамаса от поставок оружия, уничтожению связи, разобщению точек сопротивления на мелкие, несвязанные друг с другом группы. Стало ясно, что именно израильтяне делали, почему бомбили определенные точки, почему делали всякие действия с помощью своих танков, артиллерии и тому подобное. Израильские танки зашли с севера Газы по побережью и дошли до приблизительно середины Газа, отрезая морское снабжение боевиков. Одновременно несколько групп бронированных танков Меркава зашли в предместие Газы, города Газы, где их начали атаковать находящиеся в зданиях и подоспевшие из туннелей боевики. Над точками, над которых происходила стрельба, окружили дроны. Когда все огневые точки были обнаружены, танки отступили и на место дронов прилетели бомбардировщики. А за ними артиллерия стала утюжить вот эти вот куски, которые как бы окружали танки, как бы туда заступали танки. На самом деле это была разведывательная операция. Уже знаю точно, в каких зданиях засели хамасовцы, где выходы из туннелей и тому подобное. После точечной массированной атаки танки вернулись на этот раз уже с пехотой и оставили пехоту и броневики и прочее зачищать это место. Танки пошли дальше и проделывали эту операцию еще несколько раз, причем в разных углах газа, с разных сторон наступая. А в каждом таком районе, на который начинали наступления танковые наступления, очаги были обнаружены, сопротивления подавлены и тоннели взорваны. Либо по ним пошел спецназ, а танки пошли дальше, повторяя ту же операцию снова, снова и снова. Направление движения было с востока газа с целью разрезать газу на два отдельных участка. К концу дня части, идущие по морскому побережью и части, которые перелезали газу, встретились. Все вот эти вот коммуникации между частями, которые сопротивлялись, в общем, практически прерваны. И главное шоссе, одной из целей, собственно, из районского наступления, было перелезать шоссе, идущее посредине газа, параллельно на берегу моря. Оно перелезано, и по нему более не могут перебегаться боевики, там подвозится оружие и тому подобное. Значит, пройдя с боями по морю 7 километров, были обнаружены уничтожены несколько тоннелей. Встретившись вот у точки Аль-Шаин, такой лагерь был Аль-Шаин, вот там встретились танки, идущие по морю, и танки, которые пошли перерезая. И таким образом израильцами не только отрезали юг Хамаса от севера, но и завершили окружение северной половины газа. Что будет происходить завтра, зачистка ли севера или окружение южной части, мы, естественно, не знаем. Вполне возможно, что в планах израильского команды вообще что-то другое. Ночью с пятназовцами были захвачены, захвачена группа, или захвачены несколько групп, я не знаю, хамазовцев, но в общей сложности 40 человек, которые сидели в засадах, в туннелях, их обнаружили, положили, так сказать, оттягивали их оружие, арестовали их, были командиры, которые быстро и много сегодня расскажут израильтянам. Я думаю, что одна из целей была поймать вот то, что называется, языков и заставить их разговаривать. Новости об успехах израильтян заставили Хезбалу атаковать ракетами пограничные с Ливаном поселения. В ответ израильская авиация начала бомбить все точки, с которых запускались ракеты. Вслед впервые за много лет за ракетами пришли израильские вертолеты и танковые подразделения, вошли в Южный Ливан, который когда-то, вообще Бейерут назывался Ближневосточный Париж. И мои родственники, которые уехали в начале 20 века туда и жили в Хайфе, ездили в Бейерут на пару дней развлекаться. Но с приходом мрачных исламистов жизни в Бейеруте, конечно, умерла, дети теперь учатся только ненависть и похороняться Богу. Значит, пять расистово молиться и веселые, легкие, дружелюбные ливанцы, которые помнили в мои еще времена, там, 73, 74, 75 год. А помнили они этот Бейерут, говорили, ребята, мы будем вторым государством, которое подпишет мирный договор, пусть кто-то большой подпишет, мы тут же вторые с Израилем подпишем мирный договор. Вот они уступили место теперь мрачным исламским воинам. А сейчас этих воинов крушит израильская армия, которая защищает от их ненависти свои земли и свои силы. Четыре лагеря Хизбалы к ночи были полностью уничтожены. Освободив газу, израильтяне, скорее всего, бросят армию очищать полосу на границе с Ливаном, чтобы создать такую демилитаризованную буферную зону на севере Израиля. Иран пытается найти, как нам сегодня известно, пути доставки амуниции, вооружения к Избале и Хамасу. И, очевидно, в связи с этим, израильские самолеты интенсивно патрулируют возможные точки поставки чего бы то ни было из Ирана, Ирака и Сирии. Напряжение в регионе, естественно, вырастает. Но пока ни одна страна не выразила желания вступать в бой непосредственно. Возможно, это желание остудили две морские эскадры США, которые пришли в регион. Группа авианосца Эйзенхауэр, укреплена подходящая группа авианосца Джеральд Форд. И если конфликт ограничится Хизбалой и Хамасом, США вмешиваться, естественно, не будут. Ну, понятно, что они там летают, передают какие-то сведения. Ну, и больше показывают свою мощь тем странам, которые в регионе могли бы вмешаться. Если конфликт разрастется до участия, скажем, Ирана или Сирии, то огневая мощь двух Соединенных Флотов Соединенных Штатов Америки может остановить, ну, я думаю, что любые попытки стереть Израиль с лица земли. Это событие на конец октября, на последний день октября. Ночь с 31 на 1. В Израиле уже 1 ноября. И мы завтра узнаем о новых событиях на линии фронта. И я очень надеюсь о новых победах, свершениях и как можно меньше жертв. До свидания. До завтра.